Всем здравствуйте, меня зовут Южако Антон и это очередной выпуск ответов на вопросы. Первый вопрос задает человек с ником Андреф Сабуфа. Антон, привет! Что делать, если после курсовая терапия к ламидам и тамоксифенам, но при этом тестостерон в средине референсных значений, а лютинизирующий в нуле? Никогда подобного случая не встречал. Значит, рассказываю, при каких случаях такое может быть. Значит, есть два случая. Случай первый. Некоторые люди любят пропить антиэстрогены в большой дозировке, коротко, и считают, что после курсовая терапия 3-4 недели, этого достаточно и все супер. И в некоторых случаях, либо люди начинают это все пить после длинных эфиров тестостерона, и поэтому на момент сдачи последнего анализа тестостерон, особенно если он колосса в большой дозировке, может еще находиться плюс-минус в средине референсных значений. Плюс бывает такой нюанс, что формируются определенные шишки, с которых тестостерон очень слабо высвобождается в кровь, тем самым затягивается период полувыведения. Такое бывает очень редко, но такое тоже бывает. В таком случае терапия антиэстрогенами могла пройти неуспешно, и тестостерон, который у вас по факту остается в крови, это тестостерон экзогенный, а лютинизирующий гормон не может восстановиться из-за того, что у вас в крови находится экзогенный тестостерон. Ситуация вторая. Это когда лютинизирующий гормон не совсем в нуле, а он такой плюс-минус низковатый. Потому что если прям вообще ноль, а тестостерон есть, это 100% фонит экзогенный тестостерон. Но если ЛГ в нулях, ну где-то там 0,8-0,9, в общем он может быть чуть-чуть ниже референсных значений, особенно если лаборатория ставит референсные значения, типа там меньше 1,5, типа уже выходит за референсные значения. Бывает такое, что лютинизирующий гормон там близок к единице, где-то рядышком, а тестостерон уже там плюс-минус 15 наномоль, что также является где-то срединой референсных значений по данным некоторых лабораторий. В таком случае как бы ПКТ идет успешно, но это еще не завершение ПКТ. Поэтому необходимо просто продлевать ПКТ еще там 3-4 недели, может даже 2 недели, и лютинизирующий повысится, и тестостерон уже станет выше, чем средняя граница референсных значений. Вопрос задает Лешка Просто. Антон, здравствуй. Интересует тема про перезапуск гормоналки при тяжелом восстановлении. Какие дозировки, с какой периодичностью? Значит, я уже говорил, что слово перезапуск гормоналки я не люблю. Я люблю слово стимуляция тестикул. Хроническим гаотропином мы стимулируем тестикулы для того, чтобы они лучше выделяли тестостерон, а потом антиэстрогенами запускаем дугу и повышаем лютинизирующие и фолликостимулирующие гормоны. Тем самым запускаем дугу и выравниваем соотношение ЛГ к тестостерону, и дуга работает нормально. Теперь по поводу дозировок и препаратов. Как таковой перезапуск дуги идет таким препаратом, как хорионический гаотропин. Все это может длиться от месяца в среднем до максимум трех месяцев. Сам прием именно хорионического гаотропина. Дозировка может варьироваться от 1500 МЕ или единиц до 2500 МЕ и может быть 1500 раз в 3 дня и 2500 через день. Сначала начинается какая-то такая плюс-минус усредненная дозировка, и потом по динамике надо смотреть. В некоторых случаях динамика не очень хорошая. В таком случае идет длительный прием хорионического гаотропина, и дозировка повышается. И примерно когда уровень тестостерона уже стабилизировался, это значит, что тестикулы уже работают нормально. И в таком случае необходимо уже переходить на антиэстрогены. Поэтому говорить про дозировки и про продолжительность очень-очень сложно, так как они имеют очень большой разброс. От месяца до трех, от 1500 раз в 3 дня до 2,5 через день. В общем, разброс идет очень большой. И всегда дозировка подбирается индивидуально, исходя из динамики лечения. Вопрос задает Чуб Янгус. Спасибо, Антон. Очень полезный выпуск получился. Кстати, никак не пойму одну вещь. Несколько вопросов по теме. Вопрос первый. Это нормально, если, допустим, колется хорионический гаотропин на курсе по правильной схеме. Но есть ощущение, что тестикулы уменьшились в размерах от обычного. Надо ли по этому поводу истерить и увеличивать дозировки ХГЧ или частоту приема? Значит, по поводу размера тестикул я говорил 100 раз. Не надо вообще трогать свои яички. Вы никак на ощупь вообще там ничего не поймете. Это во-первых. Во-вторых, размер яичка больше меняется в зависимости от сперматогенеза. Когда сперматогенез происходит нормально, количество экулята увеличивается, то размер яичка может меняться. Если мы говорим о уровне тестостерона и клетках, которые выделяют уровень тестостерона, они занимают такое мизерное количество места, что даже при полной атрофии, именно атрофии за счет невыделения тестостерона, то в таком случае размер яичка никак не поменяется. Поэтому ХГЧ колется по анализам, а не по щупанию яичек. Вопрос второй. Зависит ли дозировка ХГЧ от массы тела? Если да, на сколько и как правильно рассчитать? Дозировка ХГЧ не зависит от массы тела. Вопрос третий. Зачем делается перерыв на курсе неделя между приемом ХГЧ? Это связано с выработкой антител или потерей чувствительности к нему. Можно ли без перерыва в неделю его колоть? Значит, по поводу перерыва, этот перерыв был доказан Майклом Скалли. Это эндокриновок мирового уровня, который очень-очень давно работает со спортсменами, с хорионическим гонотропином и тому подобное. Да, это связано с ухудшением чувствительности клеток к хорионическому гонадотропину. Так как хорионический гонадотропин является пептидным гормоном и у него есть свои рецепторы. Ухудшаются рецепторы, ухудшается чувствительность, поэтому и делаются перерывы в приемах ХГЧ. Значит, четвертое. Если ответ на вопрос 3 да, может быть потеря чувствительности. Тогда вопрос, как распознать потерю чувствительности и что с этим делать? Просто делаются перерывы, потери чувствительности нету, поэтому нет здесь ничего особо страшного. Колите просто по четкой схеме и никак вы не сможете отследить эту потерю чувствительности. Пятое. Меняется размер тестику в течение суток. Утром больше, вечером меньше. Нормально ли это? Повторяю то же самое, как отвечал на первый вопрос. Не надо трогать свои яички. Вы ничего на ощупь никогда не определите. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас есть интересные вопросы, вы можете задавать их как в комментариях на ютубе, так и у меня в группе вконтакте. Кого интересует сотрудничество в формате дистанционных тренировок или ведение по курсам, или терапии по повышению уровня тестостерона, как со мной связаться, есть в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.